Одесса – уникальный город, где разные народы оставили свою душу и память о себе в виде прекрасной архитектуры. Так было раньше, так есть и так будет всегда. Этот город вечен. Меняемся только мы. Те, кому посчастливилось совершать прогулки по Одессе. Одесса – уникальная артистка Зеркалова. Но должен вам сказать, что артистке Зеркалова, она не просто так жила в этом доме 37, отец был ее дворником этого дома. Но потом Зеркалова, Дарья, насколько я помню, имя тут у меня нет, она была связана с отрадой, уже как народная артистка. Она же была очень видная артистка, Зеркалова. О ней подругой Веры Холодной, там о ней бог знает что говорили. Но пока что она начинала как дочка дворника с 37 номера. Это построил знаменитый Александр Русов для двух дочерей на Выданье, так всегда говорили. Ну, пару слов я скажу о потомственном почетном гражданине. Он же и музей даже держал Русова. На месте, где сейчас памятник Нудельману, все знают этот угол на бульваре искусств, там стоял его дворец, и все дома, которые идут по торговой, по Софийской, роскошные дома, это все принадлежало Русову. Кстати, дом, где аптека Гаевского, это тоже дом Русова. Он где-то в 1908, вот так вот, в 1909, у меня по нему отдельный файл, но он сейчас не имеет отношения к Облевской. Он умер, наследники там делили, долго судились и так далее. Ну, что я вам могу сказать по поводу этих домов? Конечно, очень неприятно, что вот тот первый дом построен в египетском стиле. Я смотрю, один барельеф еще есть, сейчас, а второй уже сбит. И остался один сфинкс, второго уже нет. Я специально, когда шел сюда, я спил со второго троллейбуса, было еще недавно два сфинкса. Кому там сфинкс помешал наверху, я не знаю. И сбит барельеф. Это темы на египетскую жизнь. Там один барельеф остался еще, вот. А тут просто сбит. Или рухнул сам, бог его знает. Но вот дома Руссова. Жил Вадон в 38-а. Это тот, что учил французскому языку Бабеля. Он дожил до советского времени, по-моему, даже до послевоенного, до глубокой старости. С ним был знаком Бенов с Масье Вадоном. Потом с его сыном, там целая семейка. Было большое исследование, как раз 38 к номеру. Ну, А или Б тут не пишется. Жил Херхеулидзе, князь Георгий Алексеевич Херхеулидзе. Телефон 105, помощник одесского полицмейстера, по состоянию на 2012 год. По нему ротором, ротором был написан филиттона, скандали со взятками. Видите, помощники полицмейстера, оказывается, и тогда брали. По справочнику 11-го года, Русов Петр Алексеевич, это уже сын Александра, Александрович тогда, управляющий Тарасов. В 1907 году куплен Русовым дом купца, какого не говорится, для перестройки. Номер 38. Проживает Иосель Давид Абрамович Гершкович Левенсон. Гершкович Левенсон. Свидетельство номер 363 и так далее. Насколько я понимаю, он типа графский рабочий, или служащий, владелец чего-то, коль Бельский о нем писал. 38. У меня написано так. Прохожие испуганно вздрагивали, завидев проживающий здесь финк Илья Юлевич, помощник присяжного поверенного. А вот в чем дело. Она содержала, вот этот финн, Одесскую первую похоронную кассу. Так называлось учреждение. Одесская первая похоронная касса. Тут была вообще, я этот одноэтажный дом прекрасно помню, с двумя воротами, с двух сторон. Вот так же и было двое ворот. Это было одно из старейших почтовых отделений Одессы. Представьте себе, видно заезжим двором, видно почта и одновременно постоялый двор. Потому что вот так стоял старый дом, а когда туда за кое-что, там еще как бы отдельно стоял. Я еще почему побывал, хоть это была какая-то артель. Это был в годы моего детства цех биогенных стимуляторов. Вот то, что от Филатова что-то производилось, да. Вот метод круглого стебля, помните, Филатова. Но дело в том, что я не пойму, то ли тут они производились, то ли тут они паковались. Дело в том, что моя покойная мать была же полиграфистом, и меня сюда даже брали на работу кем-то. Но это было связано с упаковкой, с картоном, с кем-то машинами. Потом что-то не вышло, я так и не пошел. Но факт, что я тут побывал и видел этот цех, и вот тогда уже знали, что тут рассказывали старожилы лошади, въезжали, выезжали, вплоть до 30-х годов тут какое-то почтовое, вот Укрпошта. Дом номер 40, очень красивый двор. Обратите внимание, что тут уцелел старинный фонарь, вон стоит за детской горкой. Какой вообще вид у этого дома. А принадлежал богатейшему человеку, ну в данном случае можно сказать, кто он такой. Ринг Вагнер Эдуард Карлович. Вот я вам хочу напомнить, это переулок, где общество Динамо, там все сносят. А ведь это же Вагнеровский переулок бывший. Между прочим, очень любопытная история, как его переименовали. Вагнер же был композитором, вы знаете, но он был признан после войны фашистским композитором, потому что он был любимым композитором Гитлера, да. Поэтому как бы его под запретом они решили, что это в честь Рихарда Вагнера, и быстренько переименовали в переулок Глинки, другого композитора. Но я в одной статье написал, что чем уже не угодил Глинка, это уже никто не объявлял, и его переименовали в Мукачевский. Вот это те самые ринг Вагнеры. А вообще Вагнеры это богатейшее семейство. Ну, например, на Дерибасовской был английский магазин Вагнера знаменитый, он во всех рекламах чуть не с пушкинских времен, да. Вспомните дом Вагнера, Дерибасовская вот этот огромный, где лицей. Это же лицей купил у Вагнера этот участок. Вернее, наоборот, Вагнер у лицея. Вот я вспомнил, там даже сумма названа. Вагнер купил у лицея этот участок. Считало же всю жизнь, что Вагнер это мало того, что личный композитор Гитлера, что это еще и дикий антисемит и тому подобное. Не, в Израиле произведение произведений Вагнера запрещено до сих пор, но сейчас доказано, что он по матери еврей. И, между прочим, друзей евреев, в частности, он дружил с Репиным. Ну, кто такой великий русский художник, я надеюсь, вы знаете. И назвали же Валькирия тоже, ну, по... Ну, неважно. Видно, у него какие-то антисемитские нотки были. Дело в том, что Вагнер же из крещенных евреев, поэтому тут все могло быть. Факт тот, что в Израиле произведение его произведений запрещено. И какой-то прибыл, я недавно читал, американский оркестр, ну, где-то исполнил что-то Вагнера, и их 24 часа выдворили с Израиля, хоть они там хотели. Запрещено. Номер 40. Евгений Семенович Френкель жил, приспомощник присяжного поверенного. Это речь идет об Френкеле знаменитом, создателе ГУЛАГа. Это же был одесский аферист Френкель. Которого посадили на Соловки. Он там сразу проявил себя как хороший организатор строительства. Его принял лично Сталин. В общем, что вам сказать? Это одесский заключенный аферист, умер генералом советской армии, дважды героем социалистического труда. Он добился производительного труда, потому что большевики же не знали, что делать с таким количеством заключенных. Их кормить-то как-то надо, они же не к смерти приговорены. И вот Френкель разработал вот это вот. Вот он как-то связан с этим домом, но это надо подробности посмотреть. И в номере 40, хоть чтобы вы знали, есть и другие варианты, но якобы так утверждают. Родился в Севолод Багрицкий. Сева Багрицкий, сын Эдуарда Багрицкого. Именно в этом доме какой-то период они жили. Стих Багрицкого, и смотри, статья о нем, и там, и там. Я помню, мы вставали на рассвете, холодный ветер, был солоноватый горек. Я не знаю, знаете ли вы о Севе Багрицкого. Это замечательный поэт, который обещал затмить своего отца. Уже по ранним стихам было видно. Он в детстве был жутким хулиганом, даже исключался из пионеров. Номер 41. Мусина Пушкина Наталья Ивановна, вдова отставного гвардии Ротмистра. Был в каком-то году, это надо открыть, грабеж графини ее лакеем, Коханом Иларионом. Иларион Кохан и ее лакей. Ограбил графиню, которая жила в этом доме. Номер 41. Проживал Левченко Николай Михайлович, действительный статский советник, прокурор судебной палаты. 1907 год. Дело о бомбе фирмы А. Пурица. То есть он расследовал дело, когда фирма А. Пурица, ну, Пуриц, все знают, кто это такой, это Дерибасовская угла Решилевская, подложил бомбу. За слов кого? Миша, что ли? Миша, ты мне ничего не говорил? Проживал автор Александр Кулич, Кульчевский, служащий НИИ. В 982 году эмигрировал в США. Это Миша же статью о нем писал, да? Вспомнили? Почему у меня писали с ваших слов? Автор роман в афоризмах. Было такой роман в афоризмах? Первая любовь, самая счастливая, она редко кончается женитьбой. Это фраза вот этого самого друга. Можете себе представить, какие у них друзья? Вот судите сами. Тут интересно, получается, фасад делали с улицы, ремонтировали, анабляли. И рабочие отмыли. Я прихожу домой, смотрю, таблички новые две. Я говорю, откуда они? Говорят, а мы отмыли их. А там, получается, табличка и архитектор, и... что это архитектурная ценность. Мы теперь даже гвозди не будем забивать в стены. Зачем же это? Если архитектурная ценность, надо хранить это все. А так мы и не знали даже, что архитектурная ценность. Представляете? Ужас. Парадоксы сплошные. Белоградов Назар Константинович. В этом же доме был винный погреб Братковского. Почему-то. Белоградов Назар Константинович. Ну, что я вам могу сказать по поводу Белоградова? Даже точно можно сказать, кто он такой. Эти братья Белоградовы владели колбасной фабрикой на Молдаванке. Это известная была в Одессе колбаса от Белоградова. Там и сейчас колбасная фабрика. Вот только я не помню. На Буденного, по-моему. На Болгарской. На Лазарево. На Малороссийской. Колбасная фабрика братьев Белоградовых. Проживал Федор Маркович Ермаков, инженер-электрик подвижного состава. Помощник, он же начальника почтово-телеграфного округа. Округа о нем поделываются макеонцы. Вот мы реквием. Пять братьев и две сестры из семьи владельцев трактира на Раскидайловской, 38. Жил Петрунь. Это, насколько я помню, профессор какой-то украинский. Одесского. Петрунь, да? Я такого помню. Все, больше 43, ничего нету. А я помню, что какой-то дед что-то рассказывал. Но, по-моему, единственное, что он относил это к периоду оккупации. Как я припоминаю, когда мы тут были много лет назад, был какой-то местный дед, что во время войны тут была какая-то немецкая что-то. Одна, видна, из протестантских церквей. Малельный дом. Ну вот женщина говорит, что тут уже жили жильцы после войны. Ну, это понятно, что после войны разогнали все немецкое. Семандина. Иван Пантелеймоныч. То есть фамилия явно греческая, в крайнем случае итальянская. Можно сказать и еврейская, но Иван Пантелеймоныч вместе с тем. Иван Пантелеймоныч. Проживал Дукат Герц Иосифович, преподаватель бухгалтерии. Чтение бесплатных лекций бедным женщинам. Понимаете, как хотите. 46-й. Размещался Одесский цензурный комитет. Вот тут была цензура какое-то время. 46-й. Либерман Азриэль Дувидович жил. О Либерманах в связи с Маяковским. Смотри, там-то и там-то. Могу вам сказать, что этот Либерман, что жил в этом доме, был его антрепренером, когда он ехал по югу. Вот мелькала фамилия Либерман. Антон Сутягин – это владелец огромной мебельной фабрики. Щедрый благотворитель. А Сергей Антонович – это его сын. Ну, видно, ему и фабрика досталась по замещанию. Вот вам этот квартал завершается домом Сутягина. Значит, это 47-й. Базилий, управляющий Пашинский. Ну, Базилий – это знаменитейшая семья. Был же Базилий Пушкинский. Вот Лидия Адольфовна уже ушла, потом стал послом России в Константинополе. Послом Российской империи. Ну, это, видно, его наследники. Это грек, писатель, между прочим, с богатейшей биографией. Говорят, что именно Базилий, тот старый, выбрал место для памятника Пушкину. Вот в Базилии обратились, где Пушкин ходил, тропинка к морю. Вот он фигурирует, этот Базилий. Когда тот собор достроили, какой-то из архиепископов, не помню какой, или Гаврил, или что, сказал, «Да, нема, посмотрев на выросший дом Мунтианова, он рос одновременно с собором. Да, говорит, рос не только собор, но и дома вокруг, из его камней. Видно, немало камней, он говорит, падало, когда строили собор. Вот это считается, что он разворовал камни и построил этот дом. Но это много лет был староста. Не, угловой, угловой, я говорю, где млынчики». Субтитры создавал DimaTorzok